Дай почитать. Повелитель Гобоя и английского Рожка написал умную, жизнеподъемную, веселую, познавательную книгу «Путеводитель по оркестру и его задворкам», в свое время ставшую лауреатом премии «Рукопись года». Книга с 2014 года пережила несколько переизданий и пользуется устойчивой популярностью и у профессионалов, которые без сомнения найдут здесь много веселого, едкого и узнаваемого, и у дилетантов, таких как я, которым нравится искрометный юмор, небанальный достойный язык и зоркий взгляд на жизнь оркестра изнутри. Это прекрасное свидетельство оркестрового юмора, помогающего выживать музыкантам. Оркестровые байки и легенды смешные и не очень, передающиеся через века и страны. Автор вспоминает о своих предтечах. Это Петя и Волк Сергея Прокофьева, путеводитель по симфоническому оркестру Бенджамина Бриттона и фильм Фредерико Феллини «Репетиция оркестра». В книге 197 главок, не длинных, но очень информативных, например, «Забудьте все, чему вас учили в институте», «Оркестр, как большой фэн-шуй», «Публика и оркестр», «О некоторых недокументированных особенностях оркестрового дресс-кода», «Что еще мы пишем в нотах», «О чем думает рашкист во время соло» и так далее. Так, в главе «Публика и оркестр» Зисман приводит собственную классификацию публики. Например, корпоратив, те, кто пришли на концерт, организованный Департаментом культуры по линии Сабеса, условно, культурные фестивальные европейские мероприятия на свежем воздухе, дети и бабушки, припопсованный концерт из хитов мировой оперной классики, публика из экологической ниши консерваторского типа и, наконец, серьезная и знающая публика. Итак, в заключении байка от Владимира Зисмана. Вечерний спектакль, конец антракта, мама с дочкой показывает на инструменты и допытывается, как они называются, тыча пальцем в оркестровую яму. «Уставший контрабасист отвечает вместо дочурки. Честно, это футляр от скрипки». Что ж, дорогие слушатели, побродим по оркестру, его задворкам вместе с Владимиром Зисманом. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!